Бюджетное финансирование, то за счет бюджетного финансирования, мы рассматриваем разные варианты. Если нет бюджетного финансирования, тогда нужно провести переговоры с несколькими поставщиками медицинского оборудования. Их существует проподобитель хирургического специализирования. Эти поставщики в долгосрочную программу, примерно 3-5 лет, рассчитают, установят оборудование, и это нужно будет погашать от этого товарного объекта. То есть выбирая расходными материалами на операцию, таким образом погашается данный комплект оборудования. Сюда включается абсолютно все, начиная от хирургического стола, автоклава, собственного медицинского института, собственного лапароскопического или эндохирургического стойки. А сколько времени нужно, на вашу думку, для того, чтобы все сделать? Три недели. Потому что компания эти все известные, программа, у них уже все рассчитано. То есть это зависит от количества операций. Их интересует один вопрос. Сколько операций вы сможете сделать в месяц, таким образом рассчитывается эта программа. Год, два, три, пять. Это зависит от поток на цены. И стосовно, это же вопрос задавал Дмитро Бачинскому, стосовно надавания помощи по родителям, поскольку немае перинатального центра в Миколаеве. Как вы считаете, как выйти из этой ситуации, для того, чтобы надавать помощь мамам и детям одночасно в одному закладе охраны здоровья. Да. Я, когда вы предыдущему эти деду задавали вопрос, я был крайне удивлен, что такого нет. Я человек, как бы, к сакушностной гинекологии дружу, у меня жена уже гинеколог, доктор наук. Такого, в принципе, быть не может, поэтому в кратчайшие сроки, я не готов сказать этих сроков, но его нужно сформировать. Ну, не строить, я думаю, надо построить. А, уже построить? Ну да. То есть, как бы... Нет, у перинатального центра у нас нет. Его нужно создать и запустить в работу. Я думаю, что площади, ну, как бы, это не особая проблема, это просто найти. Поэтому однозначно этот вопрос требует к максимальной концентрации и максимально короткое время, возможно, 3 месяца, полгода этот вопрос решить. Потому что по всем международным стандартам такой, в принципе, не у вас будет. Дякую.